Дорогие братья и сестры! В студии князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Никита Дмитриевич является первым заместителем председателя Международного совета российских соотечественников, почетным членом Академии художеств, известным меценатом, коллекционером и выполняет различные общественные послушания, которые ведут к продвижению светлого образа России и русской культуры во всем мире. Никита Дмитриевич, рад приветствовать вас в нашей студии. Я вам очень благодарен, что вы мне даете возможность поделиться своими идеями с вашими телезрителями. Спасибо вам. Спасибо. Я потомок князя Владимира. Мои предки, к счастью, участвовали в создании Российской империи. И в прошлом году министр иностранных дел Лавров упомянул, что министр иностранных дел России Лобанов-Ростовский, по его мнению, был самым удачным министром иностранных дел Российской империи. Так что у меня психологическая обязанность к лояльностью и ответственностью за Россию, независимо от ее режимов. Это можно легко сказать. А как я это подтверждаю? Еще в советские времена я делал дары музеям Советского Союза. Ведь вы же посещали Советский Союз с начала 70-х годов. То есть еще в ту самую эпоху застоя. Первый раз в 70-м году. Но тогда Николай Александрович Венуа ставил оперу Мазепа в Большом театре. И я купил его постановку. Но в те времена, представьте себе, это стоило 2000 долларов у Большого театра купить все его эскизы. Потрясающе. И я тогда их нес в музей имени Пушкина и их подарил. Это просто, чтобы подтвердить, что я независимо от режима в стране, остаюсь лоялен к стране, не режиму. Но это как раз очень важно. То есть вы есть, по сути, человек русского мира. Совершенно верно. А русский мир, он не тождественен той правящей элите, которая на момент существует. Совершенно верно. Это что-то больше. Мне бы хотелось еще, поскольку мы начали говорить о культуре, еще затронуть какие-то вещи, связанные с вашими культурными интересами. Потому что, Никита Дмитриевич, даже как-то глядя на вас, на вашу энергию, не получается употреблять такие слова, как почтенный возраст. Я вижу, что вы находитесь все равно в состоянии очень острых оценок реальности, в состоянии какого-то творческого поиска. И я знаю, что у вас есть новые идеи и новые планы, связанные, собственно, и с вашей деятельностью в России, и с международными проектами. Поделитесь, какие? Некоторые результаты негативных обстоятельств. При мере Лужковой нам по договоренности с правительством Москвы построили дом в Филевском парке на условии, что я за свои деньги его заполню и создам из него музей. Этот дом был выделен кому? Не выделен, построен. Построен? Да. Выделен? Не. Так. Взамен, что я его заполню... Своими коллекциями? ...и создам музей. Прекрасный музей. То, что я сделал. Так. В те времена даже нужно было платить налог за ввоз искусства в Россию. И как этот музей называется? Дом музея Лобанова-Россовских. Но это уже в прежнем склонении. Приходит мэр Собянин и объявляет, что соглашение с правительством Москвы юридически необоснованное. Вот фраза. Юридически необоснованное предлагаем вам уехать. Судиться с правительством Москвы бессмысленно даже, потому что за любые деньги, даже если у вас есть миллиард, то у Собянина есть два. И до этого пристреливаются. Так что я обратился в Министерство культуры. И там они написали письмо в Ростов. И Ростов принял наше собрание. Приехала компания с грузовиками. И все оттуда. То есть теперь ваше собрание находится в Ростове-Великом? В музее Ростове-Великом. Ростов-Великий выделил особняк на улице Пролетарской, угол Ленина. Тоже знаковое место. Знаковое место. Под музей Магедоров. Контракт на реконструкцию был выигран 31 октября. И он должен кончиться в октябре 1917 года. Так что надежда есть, что он будет заполнить. То, что люди смогут увидеть эту экспозицию в следующем году. В 2018 году нужно будет заполнять. И это, наверное, возьмет. Но, по крайней мере, треть. Потому что арифметически они говорят, что я до сих пор подарил им 15 тысяч предметов. В этом году я им подарил на 1 миллион евро. В прошлом году я им подарил на полмиллиона евро. И я каждый месяц привожу 64 килограмма. И все это пока на складе. И все это ездит на склад. Вот сейчас я им привез мемориальные блюда и тарелки Крики Лондона. Знаете, бублики и так далее. Потому что мне хранитель там сказал, что у них есть Крики России. Калачи продавали и так далее. И вот, наверное, одна из выставок будет в таком контексте. Будет постоянная экспозиция и некие еще обновляемые тематические выставки. Да, совершенно верно. Потому что я слишком много вещей подарил. И все это будет под шапкой, под зонтиком музеев Ростовского Кремля. Да, и будет в федеральной собственности. Что и меня очень нравится. В этом проекте все замечательно. Кроме одного, что не все доедут до Ростова. Хотя, конечно, до Ростова доехать нужно всем. Потому что место удивительное. Ну, с точки зрения моей, я смотрю на сто лет вперед. И главное сохранить все это. Тем более, Ростов, может быть, будет ближним пригородом Москвы через сто лет. И периферия часто вещи сохраняются. Может быть, лучше. Да. Ну, и так или иначе, это будет одним из культурных центров Ростова. Ваш музей. Надеюсь. Это несомненно. Тоже я хочу помочь Ростову в том, что у Ростова самая высокая деревенская колокольня в Российской империи. Она под ведомостью правительства. И на нее не выделяются деньги на ремонт. Я с вашей помощью, как вы знаете, передал патриарху письмо с документами на эту тему. И надеюсь, просто очень надеюсь, что он осознает, насколько это важно, сохранить этот духовный архитектурный памятник. А он в будущем будет самооплачиваться, потому что, будучи такой высокой точкой, все туристы... Но это, безусловно, будет туристический аттракцион номер один. Да. Как во всем мире, в общем, происходит с башнями и колокольнями. Совершенно. И вот это я как-то надеюсь, что патриарх поймет. И что кто-то в его окружении из бюрократов там ему не скажет, что это бессмысленно и так далее. Как это почти со всеми проектами, которые он доходит. И это вот касательно ваших даров, вашего собрания. Мы теперь знаем, где на него любоваться наши телезрители. По всякому случаю, к сожалению, не сейчас, но, скажем так, год спустя. В лучшем случае. В 18-м, да. Даже в начале 18-го. Какие еще инициативы вы сейчас стараетесь развивать? У меня постоянно Дон Кихотский инициатива. Я любитель музыки и балета. И, наверное, из-за того, что я пожилой человек, я привязан к созданиям, которые были замыслены теми, которые участвовали. Композитор, декоратор. То есть вы выступаете за сохранение аутентичного, как бы сказать, наследия в том виде, в каком его замыслили те, кто его создавал? Пока это только мысль, которую я высказал на интервью в Большом театре. Можно немножко поподробнее? Вот конкретные примеры. Конкретные примеры следующие. Масса режиссеров, а сегодня в мире режиссер диктует, что вы видите на сцене, а не, как это было раньше, дирижер, художник и так далее. Эта диктатура воплощает те желания самоутвердиться на сцене недостаточно талантливым людям, которые не могут придумать сами что-то по себе, а пережевывают классику. Ну, пытаясь эпатировать публику какими-то своими такими новшествами. Да. И это не моя идея. Я уже лет 60 назад дружил с Николаем Александровичем Бенруа, который был главным художником театра «Алла Скала» в Милане. И он тогда создал общество сохранения классических постановок. В те времена было довольно... Причит об опере, прежде всего. И балетных тоже. Оперы и балетные, скажем, балетные представления сразу же приходят в голову Маргарите Нормо, где Нуреев бегает и Марго Фонтейн является. Новая постановка, которую вы сейчас видите, в госпитале. И нельзя понять зрителю, если вы не знаете историю, при чем тут госпитале? Где дальше мы идем? Другие... Вот сейчас идет Дон Кихот в Большом театре. Очень компетентный художник элементарно создал оформление. Но не знающий историю зритель не видит ни таверну отца Китри, ни особняк графа. То есть нет культурного контекста, скажем. И когда он выходит из толпы, непонятно. Причем этот дегенерат, как говорили при Брежневе, появляется на сцене. И это не помогает зрителю. Но, видимо, театрам безразличны, потому что они заполняют все сидения. И все беды распроданы в любом случае. То есть эту идею вы подхватили, скажем так, из вашего общения с Александром Бенуа. Совершенно верно. Она не воплотилась тогда. Тогда не воплотилась, потому что, может быть, не было желающей. Но главное, вопрос денег. В России есть изумительные постановки, если брать пример. В России, скажем, Тимирханов создал в Кировском театре Евгения Негина и Пиковую даму, которая ничего лучшего никогда не была создана. Мне хотелось бы сохранить эти эталоны и создать музей эталонов театра и балета. Конечно, в российском репертуаре это три оперы. Борис Горнов, Евгений Негин, Пиковая дама. Хованщина уже на четвертом месте, если считать по представлениям в мире. Почему, относительно говоря, русская опера не популярна за рубежом нынешняя? Любая. Любая. Потому что она основана на либрето, которое создано Пушкиным, Лермонтом на исторические темы. Русский слушатель уповается словами истории. Иностранцу абсолютно неинтересно, что происходит. Но ему интересен контекст, декорация, картинка. Когда вы сравняете это с драмой Тоска или Сотелло, они не выиграют. Люди спят на них. Но зато эти шедевры, которые были созданы, или, скажем, в балете, вы, наверное, видели Спартака вместе с Васильевым и Лепой. Непроизводенный шедевр Григоровича. Так что вот есть ряд таких постанов, которые нужно было бы сохранить. И мне кажется, что Россия и Москва было бы удобное место. Склад можно сделать, конечно, за пределом кольца. Потому что в России все-таки очень много людей привязаны к классике. Безусловно. И причем именно к определенному прочтению классики. К каноническому, скажем. Совершенно верно. В отличие от западных стран, где американский культ империализма настолько силен. И он, конечно, является самым низким знаменателем. И потому он легко абсорбируется даже в России. Когда вы видите Макдональдс и джинсы, это меня просто удурчает. Ну, потому что снижать культурный уровень всегда проще, чем повышать. Еще бы. Да, планка опущена, и через нее надо переступить. Планка поднята. До нее надо тянуться, перепрыгивать. Конечно, сложно. И вот моя надежда, что, может быть, как-нибудь встретимся с Тимиркановым в декабре. У Григоровича будет его 9-летие 4 января, на котором он меня пригласил. Собраться с людьми, которые творили эти эталоны. И которые могли бы войти в оргкомитет. Потому что кто я? Ростовчик да геолог. Что он несет к нам про музыку и балет? Ну, вот это очень важно. Мне вспоминаются, кстати, слова отца Павла Флоренского, который говорил, что самое сложное творчество, но самое интересное – это творчество в рамках канона. Потому что всегда просто оправдать свою бездарность якобы какой-то инновационностью, авторским видением. А вот творить в рамках канона, в рамках эталона, скажем так, это самая серьезная задача. Как правильно он сказал. Поэтому и на самом деле очень замечательно, что вы это почувствовали. Потому что, кстати, это будет, если это будет сделано, мне кажется, это будет еще одним инструментом, как сейчас любят говорить, мягкой силы или гуманитарного влияния России. Потому что, собственно говоря, культурные эталоны – это то, что у нас было и что мы сами, к сожалению, теряем. Знаете, я выхожу за рамки России, потому что… Это, безусловно, уже мировая культура. Например, туда войдет постановка Франко Зефирелли, Тоски вместе с Калас и Титугови. Есть такие мировые эталоны на постановке, которые должны быть сохранены. Дорогой, это родилось все на этой неделе. Но замечательно, что каждую неделю происходит что-то новое. И на самом деле мне тоже очень важно, что наши телезрители слышат наш разговор сегодня и видят нас, и вас прежде всего. Потому что иногда встречаешь молодых людей, которым еще не 30 лет, 30 еще не исполнилось, они выглядят не то, что выглядят, а ощущаются, как молодые старички. Потому что такое ощущение, что все в жизни уже было, ничего уже не интересно. И вот, так сказать, вам девятый десяток, извините, я приоткрою как бы некую тайну, но на самом деле ваша бодрость, духа и молодость, они заразительны в плане творческой энергии. И на самом деле этого хочется пожелать молодым, потому что сегодня, к сожалению, это уже становится редкостью. Не бояться экспериментировать, не бояться в течение жизни принимать какие-то решения, которые ставят вас на абсолютно новые рельсы, но дают возможность видеть новые горизонты. Вот мне кажется, что в этом смысле вы являетесь примером. Но не забывайте, что у меня есть огромнейшее разочарование в России. Десять лет тому назад я предложил президенту Путину создать национальную портретную галерею. По телевизору он, указывая на музей революции, сказал, что он поддерживает нашего соотечественника в создании такой галереи и указывает, где она может быть размещена. Абдеев, который сейчас тоже поддерживает, прошло десять лет ряд постановлений, которые все ведут к отфутболиванию одного к другому. Последнее от футболка было дано постановлению Министерству культуры, по крайней мере, создать виртуальную. То есть набрать и сделать каталог, как сделал Дягилев в пяти томах, тут его сделать на цифровке. Ну и ряд проектов успешных были реализованы в этом ключе, как виртуальный русский музей на последние годы. Лучше, чем ничего. Министерство культуры кинуло это в военно-историческому обществу. Они начали заниматься, вдруг написали, что это не наше дело. Аристархов мне пишет письмо, это не дело Министерства культуры, это дело Министерства образования. Я написал Министерству образования ответ в этих тридцати днях. Да, мы согласны участвовать, значит никого нету. А на прошлой неделе первый замминистра культуры Аристархов публично заявляет. Деятельность Министерства культуры не заниматься культурой, а заниматься благосостоянием народа. Ну, на самом деле, вы же прекрасно знаете, замечательный был писатель Салтыков-Щедрин. Вот у нас сейчас эпопея, связанная со строительством памятников, некоторые из них очень важны, действительно некоторые вызывают какие-то серьезные споры в обществе, их целесообразность. Но я думаю, что памятник Салтыкову-Щедрину надо было бы поставить, надо было бы его придумать. А у нас его нету? Нет, я хочу другое сказать. И поставить какой-нибудь новый. И поставить перед каждым министерством Российской Федерации, как некий, скажем так, саркастический укор вот такой вот логики, да, так сказать, действия, о котором вы только что рассказали. Это безумие. Просто безумие. Потому что, на самом деле, сейчас, при том, какую важность президент страны показывает по отношению именно русской истории, русской культуры, получается, что на каком-то уровне эти решения торпедируются, заматываются и, собственно, не происходит главного. Потому что, опираясь на прошлое, мы должны строить какие-то сценарии будущего. Вы, наверное, были в Национальной портретной галереи в Лондоне. Это реклама, история Лондона. Один из самых посещаемых музеев в мире. Россия настолько богата всем этим. Тем более, кстати, наглядный пример того, какой успех мог бы быть у этого проекта, это, вы помните, прекрасно год назад выставка произведения Серова, да? Какие стояли огромные очереди. А на самом деле, Серов все-таки это прежде всего портреты. Так или иначе, все-таки есть надежда, что диалог России и Европы на том или ином уровне продолжается и будут другие поводы для встреч и общения. И у меня надежда будет перемена в министерствах, потому что 10 лет бороться и все время из одной инстанции переключаться на другой не говорят нет, потому что есть узнание. Вы знаете, Никита Дмитриевич, я не хочу вам подсказывать какие-то пути, но на самом деле вот сегодня мы живем все-таки в таком прозрачном мире, где иногда люди, которые не находят понимания, скажем так, путем какой-то официальной переписки, они описание проблемы, так сказать, озвучивают в социальных сетях, в интернете. И когда проблема и вот этот абсурд становится достоянием широкой общественности, те же министерства уже не могут не реагировать, потому что, так сказать, это уже не скрыто, это уже видно всем. Иногда некоторые вопросы решаются именно потому, что они становятся достоянием как бы общественной дискуссии по другим каналам, по каналам общественного мнения, а в эпоху интернета эти каналы абсолютно прозрачные. Этот вопрос, наверное, для масс довольно абстрактен. Ну, портреты, но если мы сейчас спорим о памятниках, если мы спорим о памятниках, о каждом историческом деятеле, которому, допустим, хотят поставить или ставят памятник, то на самом деле портреты это лица России. Потому что Россия это же не только храмы, не только колокольни, не только березки. Это лица людей, которые выразили национальный характер, национальные подвиги, падения, искания. Вот это все персонализировано, как сейчас принято говорить. Никита Дмитриевич, ну, остается надеяться на то, что ваша энергия, которая не иссякает, вот она все-таки будет тем даже не ручейком, а может быть каким-то таким потоком, который пробьет дорогу и вы среди, вот как бы в этих бюрократических препонах. Вы не один, много людей, которые восхищаются вами, которые разделяют ваши убеждения, вашу боль, ваши озабоченности. И среди русского мира, поэтому на самом деле, конечно, элемент Дон Кихотства есть, и он, наверное, должен быть. Но все-таки всегда надо иметь в виду, что вы здесь не один. На самом деле в России достаточно людей, которые живут будущим, которые живут идеалами, и для которых, в общем, это играет большую роль, чем какие-то сиюминутные интересы. И дай бог вам вокруг себя видеть таких людей, опираться на них и вместе идти к реализации намеченных задач. Я еще раз хочу поблагодарить вас за этот разговор и за возможность наших встреч в студии. И очень хочется надеяться, что когда мы еще и еще раз с вами встретимся, можно будет уже сказать о чем-то, как о свершившемся факте. Памятник примирения в Крыму в ноябре будущего года. И надеюсь, что действительно русский мир в самом широком смысле сможет собраться на этой священной земле для того, чтобы, в общем, свидетельствовать о той соборности, о которой мы так много говорим. Но, к сожалению, примеров этой соборности в повседневной жизни гораздо меньше, чем нам хотелось бы. Вот, поэтому вам крепкого здоровья, действительно, творческих успехов и новых идей. И еще раз благодарю всех телезрителей, которые с нами. Сегодня в эфире программа «Диалоги о русском мире». Мы, я, ведущий, предыдущий Антоний Ильин и Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, сегодня были вместе с вами. Спасибо!